Высота снега на его полях 95 сантиметров. Обычно в 2-3 раза меньше. Анатолий Иванов глава крестьянского хозяйства. 6 тысяч гектаров башни, полторы тысячи тонн удобрений, новейшая спецтехника и технологии. Хозяйство крупное. И в этом году должно быть с прибылью. Запас снега, вероятно, поможет формированию культур. Мы посмотрели, съездили с агрономом на озимые. У нас посеяно 1400 гектаров озимых культур, озимой пшеницы. В прошлом году мы взяли 54 сантиметра с гектара по кругу. В этом году надеемся получить такой же урожай. Профессор аграрного университета Алексей Дробышев также уверен, обилие снега скажется на росте культур хорошо, но только в первой фазе. Оно в первую очередь повлияет на первую половину урожая, которая формируется до фазы кущения и начала выхода в трубку. То есть это до конца июня, ну, начало июля. А дальше будет зависеть уже от климатических условий, которые будут складываться. Так бывает. Зима заготовит аграриям снега, а летняя жара труды сведет на нет. В прошлом году, например, осадков ждали, что манны жару проклинали. Но текущей весной, по мнению специалистов, тепло бы не помешало. Если будет продолжаться долгая затяжная весна, под таким толстым слоем снега могут сформироваться негативные патогены для озимых культур, как снежная плесень, фузариозы, склеротинии, которые могут уничтожить посевы. Вся надежда сегодня на быструю теплую весну. Надежда тает на глазах. Даже снимаем снегопад, хотя серьезные прогнозы на несколько месяцев вперед никто не даст. В одном Алексей Дробышев уверен, аграрии в крае постепенно начинают работать все лучше, собирать с гектара больше, хотелось бы только научиться все это продавать и пройти сезон удачно. Андрей Дреер, Николай Шелко, День с толком.